Здравствуйте, ребята! Я учитель химии Татьяна Витальевна. Очень рада приветствовать вас в Доме Знаний. Тема нашего вебинара сегодня – предельные углеводороды, алканы. С данной темой вы подробнее ознакомитесь на соответствующем видеоуроке портала Дома Знаний. Алканами называют нециклические углеводороды, в которых все атомы углерода соединены только одинарными связями. Другими словами, в молекулах алканов отсутствуют двойные или тройные связи. Фактически алканы являются углеводородами, содержащими максимально возможное количество атомоводорода, и в связи с чем их называют предельными. Общая формула алканов – ЦНН2Н2. Разберем химические свойства алканов. Ввиду насыщенности алканы не могут вступать в реакцию присоединения. Так как атомы углерода и водорода имеют близкие значения электроотрицательностей, то связи между атомами углерода и водорода малополярны. Поэтому для алканов характерны реакции, протекающие по механизму радикального замещения. Так алканы реагируют с хлором и бромом под действием ультрафиолетового света. При этом образуется смесь различных галогенопроизводных. Более подробно остановимся на механизме радикального замещения, на примере взаимодействия метана и хлора. Он состоит из трех стадий. Первая стадия – это зарождение цепи. Это процесс образования свободных радикалов под действием энергии извне. На этой стадии молекула хлора распадается на два свободных радикала. А радикал – это частица с одним неспаренным электроном. Далее вторая стадия называется развитие цепи. Эта стадия заключается во взаимодействии активных свободных радикалов с неактивными молекулами. При этом образуются новые радикалы. В данном примере образуется радикал метил-CH3 и хлороводород-H-хлор. Радикал метил, сталкиваясь с молекулами хлора, образует хлорпроизводное CH3-хлор – хлорметан, и новый радикал хлора. И, наконец, третья стадия – обрыв цепи. Здесь уже происходит образование неактивных молекул из двух радикалов. Следующее химическое свойство алканов – горение в кислороде. Полное сгорание при избытке кислорода приводит к образованию углекислого газа и воды. А при недостатке кислорода образуется угарный газ СО или углерод. При нагревании алканов с кислородом в присутствии катализатора могут образовываться различные органические вещества – альдегиды, кетоны, спирты, карбоновые кислоты. Например, метан может быть окислен в метиловый спирт, метаналь или муравьиную кислоту. Следующее свойство – это дегидрирование алканов. Это реакция отщепления водорода от молекулы алкана. Она протекает в присутствии катализатора и при повышенной температуре. В результате данной реакции образуются непредельные углеводороды, в частности алкены. А в результате дегидрирования метана образуется ацетилен. Далее – дегидроциклизация алканов. Это реакция отщепления молекул водорода и циклизация алканов с шестью и более атомами углерода в присутствии катализатора и при нагревании. Например, из гексана С6А14 образуется бензол С6А6, а из гептана С7А16 образуется талуол С6А5С3. Следующее свойство – крекинг алканов. Крекинг – это химический процесс, протекающий при высокой температуре, в результате которого происходит разрыв углеродного скелета молекул алканов с образованием молекул алкенов и алканов с меньшей молекулярной массой, чем исходный алкан. Изомеризация – это превращение химического соединения в изомер, перегруппировка атома в молекуле вещества без изменения ее качественного и количественного состава. Алканы выделяют из природных источников, а это природный и попутный газ, нефть, каменный уголь. Газообразные алканы получают из природного и попутных нефтяных газов, а твердые алканы – из нефти. Также в промышленности синтезом на основе водяного газа из оксида углерода, двухвалентного СО и водорода можно получить метан. В лаборатории метан можно получить синтезом из простых веществ при нагревании, повышенном давлении в присутствии катализатора никеля, а также гидролизом корбидоалюминия или при взаимодействии корбидоалюминия с сильными кислотами. Также алканы могут быть получены сплавлением солей карбоновых кислот со щелочами – это реакция дюма. Алканы получают и каталитическим гидрированием непредельных углеводородов, а гидрирование – это взаимодействие веществ с водородом. Взаимодействие галоген-алканов с металлическим натрием – это уже реакция Вюрца. При этой реакции происходит увеличение углеродной цепи исходного галогена-алкана в два раза. Образуется алкан с четным числом атомов углерода в цепи. Еще одним способом получения алканов является электролиз растворов солей карбоновых кислот – реакция Кольби. Алканы широко распространены в природе. Например, метан является главной составной частью многих горючих газов, как природных, так и искусственных, выделяющихся при сухой перегонке дерева, торфа, каменного угля, а также при крекинге нефти. Природные газы, особенно попутные газы нефтяных месторождений, помимо метана содержат этан, пропан, бутан и пентан. Метан выделяется со дна болот и из каменноугольных пластов в рудниках, где он образуется при медленном разложении растительных остатков без доступа воздуха. Поэтому метан часто называют болотным или рудничным газом. Предельные углеводороды находят широкое применение в самых разнообразных сферах жизни и деятельности человека. Так, в современной нефтехимической промышленности предельные углеводороды являются базой для получения разнообразных органических соединений, важным сырьем в процессе получения полупродуктов для производства пластмасс, каучуков, синтетических волокон, моющих средств и многих других веществ. Газообразные алканы, метан и пропан-бутановая смесь используются в качестве высококалорийного топлива. Жидкие углеводороды составляют значительную долю в моторных и ракетных топливах и используются в качестве растворителей. Нормальные предельные углеводороды средней молекулярной массы используются как питательный субстрат в микробиологическом синтезе белка из нефти. Большое значение имеют галогенопроизводные алканов, которые используются как растворители, хладагенты и сырье для дальнейших синтезов. Спасибо. До свидания. До новых встреч в Доме знаний.